ребят всем доброе утро заправились ну что вот и начались первые поломочки над бы уж там но типа новом уральчики сейчас я вам озвучу то есть но это уже сделали здесь короче рессора слетела пупсик ты тут вылетел короче оттуда болт вот здесь подымали сменили так и вторая такая серьезненько видеть как соляра фига капает короче смотрим смотрим никак не найдем откуда идет утечка может быть трубок может быть не с трубок может быть самого насоса ну короче идет утечка очень хорошая и сейчас вот снимем вот это навесное и все-таки определим где по установке то есть такая проблемка вот начнем с хвата он как бы например нажимаешь на педаль он сжимается нажимается так сжался 0奸 отпускаешь он сразу начинает разжиматься вот это первый 2 падает стрела но не резко но падает то есть вот она стоит лишь различной отпуска только рычаг вот и хочу сказать что оно потихонечку мыш нет опускаться ну то есть нормальные у меня если вот например в ручок отпустишь она медленно медленно-медленно ну часа например там за полтора за два опуститься а здесь примерно ну я не знаю там минуты три-четыре она пусть и вы говорили перевернуть лапы. Вернее, не лапы, а установку перевернуть к щиту ближе. То есть, если ее перевернуть, то она, наверное, уже будет мешаться там и баку с той стороны, и как. И уже будет с этой стороны же распределитель, малый распределитель уже здесь будет. То есть, это надо будет оббегать машину или все переносить назад. Блин, он, вот этот манипулятор, он и на зеленом стоял. Так же. На Камазике я работал, когда вагоны грузил в другой фирме. Так же стоял. Вот этот такой же, именно такой же, такого цвета. Манипулятор точно так же стоял. Вот, видите, у меня так же стоит. То есть, лапы, ну, здесь. Если переворачивать куда, он будет стоять там. Ну, не знаю. Может быть, у нас так только стоят здесь. У вас может быть как по-другому. Но стоят вот они всегда почему-то так. Тут морозик был у нас хорошенький. 25 градусов. Ядрененький. Четко. Соляку еще зимнюю не завезли. То есть, начала прихватывать. Самый главный, ребят, не сказал. Александр съездил, ну, около десяти рейсов. В общем, с первого числа. То есть, уральчик показал себя хорошо. Тянет офигенно. Все работает. Все зашибись. Вот единственное, что соляра пофигашила. Ну, и там болт вот срезало вылетело. А так, по ЖДшка работает. Все работает. Чтобы не сглазить. Устраним мы. Найдем откуда все-таки фигашит соляра. Причем прям сильно. Ну, а так, в целом, все вроде нормально. Вот по установке, вот распределитель, скорее всего. Ну, не знаю. Пробовали, короче, переделали шланги на другую секцию. Вроде, как бы, сжимает. Пробовали на рычаг. На рычаг переделали. То есть, рычагом раз сжало. Рычаг отпускаешь, на вроде раз. Чуть-чуть дернулось, но осталось на месте. Вот. А как правильно, если подсоединить, то сжимается и только отпускаешь, она разжимается сразу наполовину. Мы думаем, что это распределите. Ну, а если у вас есть мысли какие-то, то напишите в комментариях, что это может быть. Саня пошел за инструментом. Вот этот болт, ну, вы, наверное, знаете, да, ребят? Вот этот карамысл и вон там болт. Вон там, под турбиной. Короче, к этому подлезешь, к этим тремям подлезешь, а к тому, офигеть, как трудно, короче. И вот сейчас возьмем переходник, попробуем с пряменька подлезет, не подлезет. На этом Урале, на котором я работаю, вот. Там нет вообще болта. Или там сбит, короче, так притянутся на трех. Вот я пробовал туда вкручивал, нифига там, как-то не накручивается она, короче. Вот. На этим, который был, вот, бежевый, там вообще на этой штуке ухо сломлено. На этим карамыслем. Вот. А здесь вроде более-менее как все нормально. Так что вот это радует, ребят. Как Александр сказал, по сравнению, что было Урал, что этот. Этот прям вообще, то есть дури в нем, прям очень много. То есть прет прям даже и не чувствует веса этого. Кстати, ребят, забыл вам сказать про насос. Вот этот насосик вообще качает все. И беду, как и гидравлическое масло. И вот сейчас солярку. Ну не сейчас, а вот привезли солярку на той неделе. То есть и солярку качает. Просто офигенно. Прям напор такой четкий. Четкий. 400 оборотиков этого насосика. 100 литров. Качает быстро прям. Вообще офигенно. Так что рекомендую такой насосик. Так, ребят. Короче, тот болт фига открутишь. Наверное, отначал затрутить трубку. Посмотреть на шланги. Там уж больше никак. Сейчас Саня смачивает соляру. Полный развал солярки, короче. Да даже если и оттуда вычерпать все. Все равно придется снимать откромысл. Вот это воздушный. Потому что так не увидишь. Может быть трубка. Может быть с подкрышки, с насоса. Много вариантов. Откуда может течь соляра. Ребят, ваше мнение какое? Ставьте на паузу. Пишите комментарий. Откуда может фигашить соляра с насоса? Какие ваши варианты? Кто-нибудь из вас угадает или нет? Вот в данный момент. Даже и не знаем откуда. Блин, ну конечно все тут забрызгано. То есть и не поймем. И не видно. Вот где она. Ну я вот слоняюсь, что это трубки. А они думают, что это насос с насосом. Так, ну ладно. Я пойду сейчас быстренько накидаю. И мы вернемся. Так, все. Пока мы сделали, да? Ну, что необходимо было. Все, пойдемте к Александру посмотрим. Зима в этом году вообще пришла, ребят. Ну то, что рано, а вообще прям рано. Где? Внутри там под крыжек. Ну я так и думал, я что я и говорил. Так это спонжерол. Слонжерол? Да. Ну то есть насос снимать не будет. Пока нет. Ну видишь, что-то было. Это что? Так должно быть. Нет, там какая-то фиговина. Он типа как, какие-то волосы. Ветушь типа того. А ты как этот крутил? Болк. Кого? Так он эту подкручил. Трубку, да? Не откручил? Ага. То есть пока трубку не открутишь, нифига ты турбин тут разобрал. Копыт по трубкам или там по насосу текает? Насосу текает. Ага. Значит, эту крышку сейчас снимаешь, потом трубки обратно и заводить. Или что? Второй, третий, четвертый. Люняй, вот видишь? Пришли в слесарку на старом насосе. Сейчас выкрутим одну эту и посмотрим, что там. Короче, ребят, нифига там ничего не сделано с этим насосом. Там, оказывается, надо вытаскивать рейку. Ну, разобрать ее можно, конечно, разобрать. Но потом собрать, отрегулировать правильно. Все там такое. Короче, Сань, нифига там мне это самое. Снимать его надо. Да, и в ремонт. Так вот, ребят, бэушный Урал. 7 рейсов примерно. Или 8. Ну, что-то типа около 10. Все, насос, как говорится, крякнул. И болт срезал на рессоре. Ну, рессору я снимать не стал. Потому что у меня не было. Я уезжал. И вот сейчас там, Александр, нифига ни к чему не подлезешь. Плюется материться. Надо сейчас как-то снять. И в ремонт отдавать. А я еду на второе задание свое. Накинуть на 63-ю. Ну, и туда накинуть чуть-чуть на ленточку. Так, ребят, ну, мы что, справились со вторым заданием. Саня, все еще никак. Пойдемте ему помогать сейчас. Так, насосик. Александр открутил. Сейчас вот как ее вынимать. Что еще, сзади трубка? Да, у нас она ему сейчас. Да, мешается тут все. Сколько он? Килограмм 15 весит? Да, ребят. Килограмм 15. Он на 30. Килограмм 30? Сука, на пляже, там куда-то скучит. Так, ребят, двоем его оттуда. Вот так. И сюда. Все, вытащили. Короче, вот отсюда, ребят, солярофигашево. Там здорово. Причем. Прям лилось еще. Вот, ребят, такой насосик. Стоит на этим Уральчике. Ребят, день следующий. Приехал насосик с ремонта. Цена ремонта насосика 23 рубаса. Извини, что запыхался. Просто тянул сейчас стремянки у себя. Вот, расслаблю так, ну, нормальненько. Вот, лазил сейчас. Он еще ключ, видите, зарядил. Так что, вот, первые уже поломки, первые вложения в бэушный Урал. Так, ладно, продолжаем дальше. А членку так и было, или это уже с ремонта? С ремонта он уже, но вышло он поставит. Но вышло он, да? Да, сука, вот только не коротковатки. Ребят, забыл вам сказать, что ремонт насоса производился там же, где был ремонт мотора на автобус. Вот, на канале у меня есть, я там показывал это все. И вот еще давайте вернемся к вопросу, как вы говорите, что, ну, нужно переворачивать тумбу, лапы, чтобы были ближе к щиту. Вот, смотрите, вот если, например, эту установку перевернуть, то получается, она будет, должна складываться уже на ту сторону, вот, на левую, ну, непонятно. То есть здесь специальное место под нее, под стрелу, вот, она должна с этой стороны складываться, с правой, как бы так, по правилам. Напишите, пожалуйста, еще комментарий, вот, если на эту смотреть установку, то есть ее развернуть сюда, вроде как бы. Или только на этой установке надо разворачиваться, или на этой тоже, но будет как-то вот, не знаю, непонятно. Ребят, еще одну про поломочку забыл сказать. Вон гофра, видите, новенькая, вот, ее тоже меняли, она была худая, короче. Вот, пока насос был в ремонте, ее меняли тоже. Сейчас подсоединяем трубки, ну, а дальше по ходу. Ребят, смотрите, солярофигачно. Трубки не прикручены, начинаешь качать. Так и должно быть, да, ребят? Как вы думаете? Если это так и не должно быть, офигеть, тогда ремонтик. Но я думаю, что не должно. За 23 тысячи душ. Так, ребят, зажигание, выстрелись, сейчас я объясню, как. И вот, первый пул запустили. Правда, без коллектора, без турбины, самое видите, да? Вроде заработало. Так, ребят, поначалу все прикрутили. Пробовали, ну, сделать джингл бэнс. То есть никаких эмоций. Пришлось заново откручивать насос, все откручивать и переворачивать его на 180 градусов. На 180 градусов перевернули, и вот сейчас, сами видели, он завелся. Но жигу пока не выставляли. Вот мы знаем такое вот, как бы правильно, неправильно, я не знаю. Может быть, напишите в комментариях. Вот этот болт, вот здесь, который вот здесь на валу, то есть он должен кверху быть, ровно кверху. И вот здесь метка на этой, на болвашке, совместить вот с этим флажком. Ну и потом там, чуть там ранний, поздний, то есть это уже потом. Вот, как бы так мы хотим сделать. Но это после того, как все здесь уже прикрутим окончательно. Так что, если мы неправильно думаем, то напишите в комментариях, как нужно правильно сделать, выставить зажигание. Заработал уральчик. Даже не заметили, блин, инструмент посыпался. Упал весь набор под машину. Сейчас он лазили, собирали. Так вот и теряется. Все головки и мелкие такие там переходнички. Все, вроде нашли. Сейчас пойдем чайку попьем. Если по времени успеваем, то продолжим. Так, ребят, коллектор поставили. Решили еще раз попробовать послушать, как будет работать. Завожу, Сань! С полпендаля. Пойдемте тоже посмотрим. Ну чё? Хлассных мало. Номально? Я тоже думаю нормально. Сейчас еще половина не собрано. Плюс холодный. Нужно до конца собирать полностью все. И там уже потом смотреть, как чё будет. Офигеть, ребят. Солярка бежит опять? Я тебе говорю, где-то я видел каплю. Не, колечко, наверное, похоже. Колечко похоже. Все, ребят. Насосик все поставили. Все зашибись. Санек поехал пробовать. В рейс. Эх, тормоза какие у меня, посмотрите. Все тормозит. Прицеп, все дела. Так что вот, после 10 рейсов уже почти 10. Вот такие случились поломочки. Насос, рессора и это гофра. Пока. А дальше посмотрим. Ну а я поеду дальше. Наберу сейчас кривой березы. Наложу на 63-ю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи, ребят. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok